Всем добрый вечер! Извините, что я уже какое видео снимаю по вечерам, но дело в том, что днём совсем у меня нет времени, я с утра ухожу, вечером прибегаю, и у меня вечером есть только время. Пока ещё у меня не начались ни каникулы, я хожу работу, но видео не об этом, видео совсем в другом. В этом видео я вам расскажу о своих покупках за долгое время, которые я себе разрешила сделать, в магазине Primark, в магазине Six, и после этого видео я загружу сразу другое видео, и про косметику, про палетку от Primark, то есть такое будет немножечко обобщающее видео. Вот, и, наверное, давайте приступим. Кстати, на мне сейчас надета винтажная кофточка от моей бабушки. Помните, летом я загружала видео, и не все, правда, вещи показала, только платье. А ещё я привезла и юбки винтажные, и кофточки винтажные. Я всё попыталась отстирать. На многих вещах, к сожалению, всё ещё остались пятны, мне нужно будет пятна выводить. А вот с этой кофты, ну, не как пятна, но такие пятна, что они получаются выводить, я решила её для видео одеть, а так, конечно, на людей её одеть невозможно, уже она в пятнах, и видно, что немножечко старая. Но она мне очень нравится по своему покрою, потому что сразу видно, что это мода 50-х. Классно вообще. Ну, ладно, давайте приступим. Значит, я себе не разрешила закупаться так, как будто мне бошку снесла. То есть я купила исключительно то, на что были скидки. Да, и Праймарк, про него двоядка у всех мнений. У меня было несколько видео про него. Качество там по-разному бывает. То есть многие говорят, мои знакомые, которые покупали действительно серьёзные вещи там, то, что у них они через некоторое время расползлись по ним, либо потеряли быстрый цвет. То есть, конечно, очень дешёвое, не всегда хорошее, но и не всегда, значит, плохое. То есть одно время я не показывала в видео, потому что, не знаю, это смешно показывать. Я купили... пришли там в Праймарке один раз колготки. Я была утром, иногда захожу, вот и посматриваю, что там по дешёвке продаётся. То есть я никогда не хожу туда по большому закупаться. Просто посматриваю. На 20 минут забежала, посмотрела, выбежала, ничего не купила или что-то купила. Вот. И вот один раз, мне так повезло, два раза, там пришли у них колготки без упаковки. Вот просто пришли плотные такие, наверное, я не знаю, 80 ден, такие чёрные, плотные колготки, но не похожие на шерстяные, вы понимаете, о чём я. Вот. И они стоили 25 центов, только потому, что они пришли без упаковки. То есть ты просто их и должна была развернуть и посмотреть, твой ли это размер. Да. Вот такие бывают удачные покупки. Особо такие крупные эти я не покупаю. Я не покупаю там платье обычно, я не покупаю там юбки или вот пальто, потому что это по качеству, ты смотришь, не очень хорошее качество. А вот сапоги резиновые, которые я купила, я им очень довольна. За 5 евро купила, ношу, здорово. То есть вот нужно смотреть, что я купила в этот раз, что я разрешила себе купить. То есть обычно я набираю много-много вещей, а потом я под конец всё равно их просматриваю через призму скептицизма и говорю, действительно ли мне это нужно, действительно ли это хорошего качества и действительно ли я буду это носить. Вот. И поэтому очень много вещей я просто оставляю там. Что я в этот раз выбрала? Я выбрала вот такая вот кофточка. Здесь у неё полноценные рукава, длинные. Она в полосочку бело-чёрная или бело-чёрно-тёмно-синяя. То есть такой чёрный цвет, необычный немножечко. Она самая обычная. На вид она вискоза. Здесь вот такой вот достаточно широкий вырез. То есть надо одеть красивый бюстгальтер под него. И она мне досталась за 3 евро. За 3 евро я считаю, что за 3 евро вот такая кофточка, ну неплохо иметь. Такие кофточки никогда они не могут быть лишними. Под кофту надела и побежала дальше по своим делам. Ещё одна вещь, которая мне очень-очень понравилась. Почему-то именно на бордовой цветовая скидка, но другие цвета скидки не было. Тоже стоит 3 евро. Сейчас я её выверну и покажу вам. А, она вывернута тоже. Вот такая вот полупрозрачная кофточка, футболочка. Что мне, чем она понравилась? Тем, что она лёгенькая. И вот эти вот рукава здесь, плечики, они такие кружевные. Кружево грубое, но очень хорошо сделано, то есть качественно. Она такая разлетайка. Я сейчас не скажу, что я очень-очень стройная. Поэтому лишний жирок прикрыть очень здорово такой разлетайкой. И в то же время она такая загадочная. Очень мне понравилась. За 3 евро не жалко совсем. То есть такая вещь в Нью-Йоркере будет 8 евро стоить. А в Хаунд Эми, наверное, все 15 на распродаже уже. Вот. Следующее, что я купила. Я купила 2 ремня. Один вот такой вот, немножечко похож на маяцкий. Какой-то матросский, да. А другой коричнево-узорчатый, коричнево-золотой. Очень красивые они. На них тоже была распродажа. То есть изначально они стоили... Сейчас скажу, сколько они стоили изначально. 4,5 евро один. И вот этот узорчатый стоил 2 евро. А вот этот вот, так, нет, узорчатый 2 евро. Да, вот этот 1 евро. Но это вообще смешная цена, правда, для вот таких вот ремешков. Вот. И я, конечно, сказала, да, ремешки, ремешков мало не бывает. Нужно периодически покупать. Следующее, что я купила, это двое колготок по 80 ден. И стоили они каждое по евро. Мне обошлись. Вот такие вот. Одни такие ярко-синие. Ярко-синие-глубые. И вот эти вот желтые. Не очень яркие, такого песочного цвета. Изначально они стоили по 3 евро. Я купила за евро. Я считаю, что это очень-очень здорово. Посмотрим, как будут носиться. Ну, колготок тоже мало не бывает. И последняя моя покупка из Праймарка. Это вот такой вот рюкзак. Вот такой рюкзак. Я собираюсь тут на него кое-что нашить. То есть я не хочу, чтобы он остался вот такой вот простой. Хочу его немножечко облагородить как-то или сделать более персональным. Стоил изначально он 12 евро. Я купила за 3 евро. Конечно, радею за вас, чтобы у вас тоже Праймарк открылся в классном магазине. Но вот такие вот вещи иногда просто поражаешься классно. Вот. Это, в принципе, и все вещи, которые я купила из Праймарка. И Праймарка, господи. Ну, мне нравится называть на немецкий лад. И так как... Да. К Новому году. Блестюшечки очень важны. Я накупила себе биждерию. Распродажи на нее не было. Обычно я жду распродажи. Я такая. Я редко покупаю что-то без распродажи. Ну, студент. Срабатываешь мало. Деньги нужны, но я купила себе вот такие цирконевые сережки. Очень классные. Моя коллега ходила в ресторан на корпоратив. В них шикарно. Они блестели, как диаманты, как алмазы какие-то. То есть у них такая классная обработка, что вечером они классно блестят. Я не знаю, видно ли на камеру. Но вот так вот. Еще я не удержалась и купила вот такие вот сережечки. Они необыкновенные. Я не знаю. Сделано очень дорого. Обработка тоже очень такая хорошая. В магазине SIX все это было куплено. Вдруг у них очень хорошая коллекция была. То есть часто очень я захожу, смотрю, но мне не нравится коллекция. Например, сейчас я была в Аксессуарайзе. Я туда тоже часто захожу на всякий случай. Но мне совершенно не понравились их коллекции. Уже какой сезон мне не нравятся их коллекции. Они стоят без распродаж 20-30-40 евро там украшения. А с распродажами они стоят, соответственно, там 10-20-15 евро. Поэтому тоже задумаешься. Еще купила вот такое кольцо. Есть дизайнер, который придумал вот такой вот дизайн. Скажем, такой как-то дизайнер называется. Ювелирные украшения. Он именно вот такого стиля делает. Я их увидела первый раз у моей любимой блогерши. Это, конечно, он делает именно ювелирные украшения, не бижутерию. Я очень-очень хотела, когда я посмотрела на цены, которые там на сайте. Это ювелирные украшения. То есть цены совершенно нормальные. В учете в том, что это ювелирные украшения плюс необычный дизайн. То есть он простой. Если вы посмотрите, вот я надену это колечко. Очень простое кольцо. Но оно в то же время выглядит очень благородно. Я вам описать не могу, как здорово они смотрятся. Потом я видела его. Я у блогерши его, у моей любимой, увидела. Да. И потом я увидела подделку под вот этот стиль в магазине Douglas. Магазин парфюмерии. Парфюмерии, косметики. Вот. Но я посмотрела 20 евро. 20 евро за такое кольцо. Очень хотелось. Но все равно было для меня дорого. И я сказала, нет, потом приду, куплю. Себе это я так очень часто обманываю. И, конечно, не пришла, не купила. А когда пришла, уже не было. Но я думаю, ладно, ничего страшного. И вот в магазине Six. Вот это колечко. Кажется, то ли 7, то ли 8 евро. Но я уже не стала смотреть. Я просто посмотрела, чтобы они более-менее аккуратно были сделаны. И вот я купила именно такого дымчатого розового цвета. Очень красивое кольцо. Я просто балдею. Сейчас только его и ношу. Так. И следующие тоже очень элегантные сережки. Стоили всего лишь 3,95-4 евро, да. Вот такие вот они на вот таких вот заклепках. На гвоздики, короче. Мне показалась очень-очень интересная задумка. Я в прошлом году на рождественском корпоративе моя коллега одна была в типа Такиши, но они были квадратные, подлиннее. Она сказала, в Хаунд М купила. Но я уже не ходила, не искала ничего такого. Но мне понравилась идея. Я помню, что я тогда отметила. Ее очень шло. И я подумала, блин, я бы такие тоже хотела себе. И вот что-то в этом роде, то есть в этом стиле в этом году нашлось. Вот такие, в принципе, и все мои покупочки. Я больше ничего не покупала. Я вам сделаю сейчас отдельно, вот про вот эту палетку сделаю обзор. Но, в принципе, этих палеток уже в продаже нет. То есть они их завозят периодически. Я бы сказала, что у них вся косметика сезонная. То есть время от времени они завосят разную косметику. Она распродается, завозят новую. Но, в принципе, о качестве я могу уже кое-что вам сказать. Тойл долго пользовалась. И изготавливается все-все равно на одном заводе. Поэтому, я думаю, вам будет интересно. Оставайтесь тогда со мной. И в следующем видео я его сделаю как отдельное видео. Я вам расскажу про эту палетку.